День Победы – это действительно народный праздник. В семье каждого жителя страны есть участники самой тяжелой в истории человечества войны. Многие фронтовики не вернулись домой с полей сражений, а те, кто вернулся, были ранены в боях. И мы должны всех помнить и чтить, ведь мы своей жизнью обязаны их доблести и мужеству. Акция «Бессмертный полк» стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы. Она объединила миллионы людей по всему миру, и после двухлетнего перерыва из-за коронавирусных ограничений в этом году была проведена в обычном формате. Этого события все ждали с особым нетерпением. Ведь можно снова с гордостью пронести портрет фронтовика, своего родного человека – деда или прадеда, воевавшего за победу. Да, я очень рада, что это шествие проводится, что сегодня мы здесь, что мы будем нести портреты наших предков. Конечно, я счастлива, я рада. Дедушка Воротилкин Владимир Иванович, он прошел всю войну, тоже имел ранения, несколько наград у него. Значит, воевал он в горно-стрелковой бригаде, сражался за нашу родину, за нас, за наше счастье. Да, я очень горда, что сегодня я несу его портрет. Вы знаете, это серьезная такая отдушина для всех тех, кто живет этим, те, кто любят этот праздник, те, кто уважают его, считают его самым таким почетным, самым великим праздником. Поэтому для нас это большая радость. Мой дедушка Уваров, Федор Кузьмич, был участником Сталинградской битвы. И от Сталинграда дошел до самого Львова. Во Львове получил серьезное ранение, остался там в госпитале, затем на постоянное место жительства. В Славянском районе акция «Бессмертный полк» прошла во всех поселениях. С целью обеспечения безопасности были предприняты особые меры. Полиция была переведена на усиленный вариант несения службы, общественные места проверены кинологами, а сами участники шествия прошли через металлодетекторы и только после этого вставали в строй. Жители с пониманием отнеслись к этим нововведениям. Самое главное для них было, что «Бессмертный полк» снова проводится в офлайн-режиме, а значит снова можно влиться в бесконечную реку памяти своего народа, своей страны и ее великой истории. Мой дедушка в свое время ушел на фронт, как все добровольцы. Попал вот на Катюшина легендарный, служил, заслужил медаль за отвагу, был ранен дважды. Прошел весь, всю службу, вернулся домой живым, здоровым. Он воспитывал нас. Видите, какой казак родился. Все достойны его, честь ему, хвала. Мы память его бережем. Дай Бог, мы вышли еще раз, как говорится, помянуть его, чтобы он прошел парадным строем вместе с нами. Я очень рада принять участие в шествии «Бессмертный полк». Я очень сильно гружусь своим дедушкой, с крыльником Григорием Емельяновичем. Он был танкистом и дошел до Берлина. Завоевал много орденов, медалей и вернулся домой. Деды наши воевали и отдавали жизни за наше счастливое будущее. И очень хочется, чтобы наше поколение, молодое, подрастающее, знало про наших героев, знало о этой великой победе. Вот сегодня я пришла со своей внучкой, рассказывала вчера о наших дедах. Вот мы несем портреты наших дедов. Это мой дед по маминой линии, а это дед мужа, тоже по маминой линии. Мой дед Симонов Нефёд Афанасьевич призывался из Монголии, служил, был тяжело ранен и контужен под Курском. Пришла на него похоронка в Монголию, а он выжил, слава Богу, и прожил еще долгую и счастливую жизнь. Вот. А московский Степан Иннокентьевич, дед моего мужа, он ушел на войну в 41-м году, был два раза легко ранен, два раза тяжело ранен. Шествие бессмертного полка объединяет всех, потому что дает нам чувство сопричастности нашей великой истории. В каждой семье есть мужественные герои войны, память о которых священна. О них помнят, их любят и гордятся их подвигами. Славянцы пришли семьями на главную улицу города с портретами своих героических предков. Каждый рассказывал историю своего деда или прадеда. Для нас большая честь пройти с их фотографиями в параде, в бессмертном полку. Это очень прекрасная акция, которая объединяет всех, объединяет все слои населения, все возраста. Мы детям передаем память о наших предках. И мы их приобщаем к тому, что нужно любить свою родину, нужно беречь память о своих предках, которые некоторые жизнь отдали за нашу родину. Мы идем с нашими дедушками и прадедушками, с их фотографиями. У нас двое погибли на фронте, двое, слава богу, вернулись. Прадедушка наш сибиряк. Он был охотником и пошел в снайперы. Воевал он, долго защищал. Погиб он под Сталинградом. На Мамаевом кургане высечено на мемориале его фамилия, имя, отчество. Это наш дедушка, Южаков Николай Антонович. Он был в тылу. У него тоже имеются награды. Дедушка умер уже при нашей, у нас в России 88 лет. Вот совсем недавно мы дедушку похоронили. Мы их очень чтим, уважаем, любим. Участвовал в освобождении польского порта Гдыня. В личном оружии в бою уничтожил трех немецких фашистов, за что был представлен в награде за отвагу даже есть выписка из приказа. А также есть еще один дед, уже по линии жены, тоже участвовал в форсировании Днепра. Конечно, гордимся. И с сыном каждый год, даже если мы в пандемии не участвовали, то мы портреты на машину и по городу. Костин Яков Николаевич героически сражался в годы Великой Отечественной войны. Вообще-то дедушка моей жены, это не мой дедушка, но я горжусь им. С 43-го по 45-й год был дважды ранен. Он воин-артиллерист, командовал батареей, минометчиков и передовой пушечной артиллерии, которая на передовой была. Прошел до Польши, был тяжело ранен в 45-м и победу встретил уже в Казахстане, в госпитале. Без кровейный Тимофей Алексеевич сражался под Смоленском. Погиб он, сражался во время Великой Отечественной войны. Ушел в 23 года, но не вернулся, так как сильные бои были под Смоленском, и там он и погиб. Узнали мы об этом только в 74-м году, потому что до этого он был без вести пропавшим. Я горжусь своим дедом. Не волнуйся. Все мы гордимся, и дети мои, и внуки. В знак благодарности поколению победителей по Славенску на Кубани шествует бессмертный полк. Возглавили шествия руководители муниципалитета и города, представители депутатского корпуса. Ценой их жизни нам достался праздник солнца и весны. День памяти, день мира, день победы. Сегодня, 9 мая, на главной улице города проходит традиционное шествие бессмертного полка. В акции «Бессмертный полк» по всей России приняли участие 12 миллионов человек. В их числе были и несколько тысяч славянцев и гостей города, от совсем еще юных до убеленных сединами. И все они прошли в колоннах бессмертного полка по главной площади, чтобы почтить память солдат Великой Победы и еще раз сказать им огромное спасибо за нашу счастливую мирную жизнь. Бессмертный полк. Ты будешь жить веками. Бессмертный полк. Победы нашей пламя. С Днем Победы, славянцы! Ура! Бессмертный полк – это поистине народная часть Парада Победы, и он давно уже стал ожидаемым радостным событием, которое объединяет всю Россию. И старый млад опять в строю идут, участвуя в торжественном параде. Портреты победителей несут. Бессмертие – всем лучшая награда. Бессмертный полк, который год в строю. И не забыть, как на войне далекой. Герои не щадили жизнь свою, и в вечность уходила их дорога. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Дмитрий Волошин. Программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!